Всем привет! Шагаю по Москве. Сегодня я шагаю по Елисеевскому. Открытие магазина состоялось в 1901 году. Оно стало одним из самых культовых событий для Москвы того времени. Шикарное здание внутри, снаружи. Богатейший выбор товара. Такого даже перенасыщенная столица еще не видела. Это был магазин для богатых людей. Продукты привозились из-за границы и в этом магазине было очень много деликатесов, о которых москвичи даже не слышали. Открытие. У меня есть яркая река. Цены в этом магазине, конечно, немного завышены. Но что мы хотим? Москва, Центр, Елисеевский. Но, кстати, местные жители тоже ходят в этот магазин. Для меня Елисеевский ассоциируется прежде всего с моим советским детством. Когда мы приезжали в Москву, мы обязательно шли сюда. Копченая колбаса, леденцы в железной коробочке и очереди. А вот вам и кафетерий, в котором можно перекусить. Помните, такие кафетерии были почти в каждом советском магазине. Во времена Советского Союза официальное название у этого магазина было гастроном номер один. Но люди все равно называли его Елисеевским. Конечно же, все продукты, которые продают Елисеевском, теперь можно купить в любом супермаркете. И самая главная его ценность – это архитектура и история. Ну и как любитель всякой очень-очень нужной ерунды, я не могла не показать вам чашечки, слоников, досточки, подносики. Слушай, а если... Подписывайтесь на мой канал и шагайте по Москве вместе со мной!